Всем привет, это проект в клетке, а у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Игорь Еремин. UFC 273 это отличный повод вернуться, ведь столько по-настоящему интересных поединков мы давненько не видели. Ну и чтобы долго не затягивать, взглянем на бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса, который стал настоящим украшением этого вечера. Гилберта Дориньо Бернс За пару дней до боя состоялась жаркая пресс-конференция, где главными звездами были Петр Ян и Алджимейн Стерлинг. Тем не менее, кое-что интересное из ответов нам все-таки удалось выяснить. Во-первых, Хамзат был максимально спокоен, раз позволил себе во время мероприятия сыграть партию в покер. Во-вторых, Гилберт на удивление продемонстрировал максимально уважительное отношение к оппоненту, назвав его очень опасным соперником. Но и в-третьих, абсолютно все в зале были согласны, что этот бой точно станет главным украшением предстоящего ивента UFC. Подготовку к бою Чимаев начал в Таиланде, где оттачивал ударную технику в легендарном лагере Tiger Muay Thai. Учитывая, что Бёрдс многократный чемпион по бразильскому джиу-джитсу, переводить бой в партер для российского бойца было бы очень рискованно. Тем не менее, в этом поединке мы увидели все. Первый раунд начался с клинча, который чуть не погубил шикарное противостояние. Сходу сказалось преимущество Чимаева в габаритах, ведь размах рук в 190 сантиметров против 180 позволял контролировать дистанцию. Оба бойца провели первый раунд в позиционной борьбе, сокрушая соперника мощными ударами. Хамзат за минуту до окончания первого отрезка чуть не финишировал поединок, однако добить бразильца у него не получилось. Вторая пятиминутка началась с неудачного тейкдауна в исполнении Гилберта, который через 60 секунд после начала раунда точно пробил в голову Чимаева. После равнозначного размена началась настоящая борьба за выживание. Удар у обоих бойцов регулярно достигали свои цели. Очень энергозатратный поединок, который в случае победы открывает Хамзату путь к претендентскому бою. Решающий третий раунд остался целиком и полностью за российским бойцом. Сыграла свою роль ударная подготовка в лагере, которая дала свои плоды. Чимаев работал первым номером, точечно нанося удары по корпусу Бернса. В концовке Хамзат попытался досрочно финишировать, однако на это у него не хватило времени. Итак, в воздухе повисла интрига. Заплывшие кровью бойцы ожидали объявления результатов. Субъективно первые и третьи раунды остались за российским бойцом, в то время как Гилберт целиком и полностью забрал середину боя. Единогласным решением 29-28 победу в этом поединке одержал Хамзат Чимаев. За бой он нанес 101 из 109 акцентированных ударов, что является показателем настоящего мастерства. «Я чувствую боль, я устал. Спасибо», — сказал Чимаев после боя. Осталось ждать объявления претендентского боя, который непобежденный спортсмен теперь точно заслужил. «Сейчас я в крови, я устал, я чувствую боль, и я люблю это». На этом все. Пишите в комментариях, как вам бой, и достоин ли на ваш взгляд Хамзат получить свой претендентский бой, которому он идет с 2020 года. С вами был проект «В клетке» и его ведущий Игорь Еремин. До скорых встреч на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok